итак друзья я вас приветствую на канале веселый инженер меня зовут андрей и в сегодняшнем выпуске мы поговорим на тему какие есть шаги для более быстрого вашего развития раскрытия вашего потенциала на производстве эти шаги они подобраны не с каких-то учебников это все основано на моем личном опыте работы а он уже более 19 лет поэтому я готов вам сегодня их рассказать погнали итак друзья первое что вам необходимо конечно же для себя уловить чтобы стать успешным инженером да и вообще просто специалистом каким-то технической области естественно первое что вам необходимо это как можно чаще находиться непосредственно в самом производстве до спускаться в цех разговаривать с людьми больше заниматься именно практическими такими способами внедрения различных новых технологий улучшения старых внедрение технологической оснастки внедрение каких-то новых процессов новых деталей и так далее то занятия подготовкой производства вот собственно говоря вот за счет этого вы будете получать какие-то такие знания о которых не пишут не в учебниках не в каких-то научных статьях это все сугубо набирается в ваш портфель говорят опыта работа 2 2 это естественно вы должны как можно чаще общаться с опытными инженерами с опытными работниками с опытными специалистами причем даже не в своей области кто-то сейчас скажет что до опытный инженер это инженер который хорошо разбирается допустим металлообработки приезжающих инструментах и так далее нет инженер вообще изначально да это человек который хорошо разбирается в какой-то области к примеру это инженер по инструменту разбирается в инструменте инженер по термообработки термообработки металлургии механической обработки в сборке и так далее но инженер который разбирается в сборке должен хотя бы немного себе представляет что такое металлообработкой и наоборот или инженер который занимается термической обработкой то естественно он должен немножко на себе представлять что как как изготавливать своего деталь как будет проходить контроль после его термообработки и если какие-то из отклонения на детали он должен примерно представлять вообще насколько это повлияет на дальнейшую жизнь этого изделия 3 вам необходимо посещать различные совещания для чего это делается на совещаниях обычно собираются разноплановые специалисты то есть это будут спец могут быть специалисты как я уже озвучил и термического передела и кузнечного и инструментального и в процессе этих совещаний поднимаются различные темы люди делятся собственным опытом всплывают какие-то другие как говорится моменты и все это откладывается у вас голове конечно есть много отрицательных моментов потому что бывает что люди вступать какие-то конфликты но в основном вы будете получать только положительный опыт и опять же набираться каких-то знаний 4 4 обязательное саморазвитие саморазвитие это не обязательно брать учебник как меня спрашивают порекомендуйте какие-нибудь книги до чтобы побыстрее там получить какой-то опыт и стать инженером таких книг сожалению существует вернее существует большое множество искать что можно взять какую-то одну книгу и и почитать и все и вы станете классным специалистом то конечно же не я не рекомендую читать просто книги я рекомендую если вы столкнулись какой-то проблемой вы ее изучаете более углубленно то есть если у вас не обрабатывается деталь то вы поднимаете литературу да вы сначала смотрите режимы резания инструмент смазочно-охлаждается и жидкости смотрит создаете детальную структуру получаете какие-то результаты делайте повторную термообработку детали если это необходимо да то есть получать опять же какие-то результаты это все вот это все это вся работа постепенно обогащает вас какими-то определенными знаниями в различных сферах вашей и не только деятельность 5 изучайте всевозможные программы для проектирования и работы с управляющими программами для работы с чертежами это обязательно вам поможет для понимания вообще процессов как чертятся какие-то изделия да то есть как производится какая-то разрабатывается какая-то как в как программу допустим до делать управляющие программы определенную деталь на определенную стойку на определенное оборудование вообще в нашем 21 веке софт различные он занимает очень большое место но к сожалению на предприятиях не только машиностроение практикуются еще люди которые чертят грубо говоря на кульманах которые считают режима резания в тетрадках и как бы от этого к сожалению никуда не уйти но мы должны от этого с вами уходить поэтому изучение передового софта это обязательно шестое по возможности если у вас конечно так такая возможность есть если у вас получается то конечно вы должны участвовать во всевозможных форумах семинарах выставках и так далее на этих форумах конечно иногда бывает нужно скучно но бывает достаточно хорошая информация что-то передовое из мира металлообработки из производства и так далее поэтому в принципе вы должны участвовать таких мероприятиях если вам вас приглашают куда-то если вас ваш работодатель отпускает то никогда не отказывайтесь участвуйте учитесь у профессионалов и также черпать и только ту информацию которая вам необходима вашей повседневной работе можете кстати в комментариях дополнить этот список если у вас есть определенный опыт я думаю всем будет интересно а почитать а я на этом прощаюсь с вами всем добра пока пока